МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кольчугине по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. При реализации нацпроекта по предпринимательству. Как сообщает надзорное ведомство области, в сентябре 2022 года местная стоматологическая клиника получила грант. Более 400 тысяч рублей из областного бюджета. Средства выделили на закупку оборудования для реализации проекта по социальному предпринимательству. Деньги перевели на расчетный счет организации. Однако проверка показала, что оборудования, предусмотренного соглашением, в клинике нет. Более 300 тысяч из выделенных денег руководитель потратил на другие цели. При этом в отчетах сообщалось, что средства не расходовались. Получается, до прокурорской проверки эту информацию никто не проверял. Материалы направили в следственные органы. Полиция возбудила уголовное дело по статье мошенничества с использованием служебного положения. Представители надзорного ведомства отметили, что областные структуры, курирующий бизнес и чиновники плохо контролируют, как получатели расходуют бюджетные средства. Первому заместителю губернатора области Александру Ремиге внесено представление. Проверку готовности системы оповещения населения решили перенести из-за недавних хакерских атак. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города Владимира. Проверка планировалась на 1 марта и предполагала запуск электросирен, громкоговорителей, трансляцию информационных сообщений в эфире радио и ТВ. Однако 22 и 28 февраля, как сообщалось, хакерским атакам подверглись ряд теле- и радиоканалов. По ним прошли ложные сообщения об угрозе воздушной опасности. Пока сроки проведения проверок решили перенести. О них предупредят заранее. Коллектив Владимирской станции скорой помощи создаст комиссию по трудовым переговорам. В этом медикам помогла областная прокуратура. Ведомство организовало заседание с персоналом и руководством станции. Врачам разъяснили требования трудового законодательства, а также порядок изменения коллективного договора. Напомним, скандал в здравоохранении развернулся 7 февраля после публикации в соцсетях. Тогда коллектив станции скорой помощи пожаловался на отмену стимулирующих выплат. Фельдшеры и медсестры лишили свыше 11 тысяч рублей. Еще больше потеряли врачи общего профиля. Зарплату водителей урезали на 3,5 тысячи. После министр облздрава Артем Осипов организовал закрытое для СМИ собрание с коллективом станции. Там, по словам фельдшеров, он настаивал, лишение доплаты было законным. Аргумент он привел только один. Медики получили деньги за работу в новогодние праздники, и этого достаточно. Но люди не понимают, почему чиновник ставит переработку в один ряд со стимулирующими выплатами. Он нам аргументировал это тем, что якобы вы все равно же получили праздничные. Но праздничные, они на то и праздничные. Если вы выходите в праздники, у вас двойная оплата. Соответственно, вы выходите с целью чего? С целью того, чтобы подработать. Правильно? И как бы праздничные и стимулирующие, это вообще две разные выплаты. Глава облздрава также ранее напомнил, что зарплата на станции скорой помощи начисляется с нарушением законодательства. Оплата труда в организации поступает по двум документам. Но все начисления должны регламентироваться только одним коллективным договором. Основным документом, который определяет размеры и условия установления выплат компенсационного и стимулирующего характера, является коллективный договор. В настоящее время на станции действуют два документа, две конституции. Новый коллективный договор от 2021 года и приказ от 2 августа 2021 года о выплатах за интенсивность работы и качество выполняемых работ. При этом с лета 2021 года в медицинской организации заморожен переговорный процесс по урегулированию положения об оплате труда. Важнейшей части коллективного договора по весьма формальной причине в связи с отсутствием возможности завершить переговорный процесс. Зачем? Фельдшеры скорой помощи утверждают, что многократно требовали от руководства провести обсуждение коллективного договора. Свои предложения они выдвинули, но разговора люди не добились. Но мы готовы это обсуждать. То есть мы, никто не противится обсуждению коллективного договора. У нас есть свои предложения какие-то. Работодатель нам выдвинул свои предложения. Но для того, чтобы начать эти переговоры, нужно от работодателя получить определенные документы. Какие-то местные нормативные акты, приказы. И на данный момент работодатель, именно работодатель, их не предоставил нашему профсоюзу. И в связи с этим пока что мы не можем начать эти коллективные переговоры. А какие-то объяснения вам дали? Нет. Редакция 6 канала связалась с главным врачом станции Георгием Жуковым. Но разговаривать с нами он отказался. Георгий Петрович, здравствуйте. 6 канал вас беспокоит Анастасия, корреспондент. Удобно сейчас разговаривать? К сожалению, нет. У меня совещание. Спасибо. А когда мы сможем с вами поговорить? Алло? Не добившись вразумительных ответов от руководства станции и Министерства здравоохранения, медики пошли дальше. Персонал отправил коллективное обращение в администрацию президента Владимира Путина и губернатору области Александру Авдееву. Подписали его 100 сотрудников станции скорой помощи. Врачи требуют вернуть выплаты за январь в полном объеме и обеспечить полное финансирование станции без риска снижения зарплаты в сравнении с предыдущим годом. И вот теперь, по всей видимости, надзорному ведомству удалось положить начало решению конфликта на станции скорой помощи. Первичным союзным организациям указано на необходимость нанесения работодателю конкретных требований по формированию структуры заработной платы, в том числе критериев и порядка назначения стимулирующих выплат. Стороны ориентированы на незамедлительное утверждение временного порядка и критериев стимулирующих выплат на период проведения процедуры переговоров. Вопрос восстановления трудовых прав медработников находится на контроле прокуратуры. Мы также проследим за развитием этой истории. Начинают реформировать транспортную систему Владимира? На заседании Совета народных депутатов народные избранники поддержали выделение более 11 миллионов рублей на разработку муниципальных документов по планированию регулярных перевозок. Стоимость разработки документа выставили с учетом коммерческих предложений. Сам документ – комплексная схема организации транспортного обслуживания населения. Он необходим для заявки города Владимира на обновление подвижного состава общественного транспорта. Подается в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта». Примечательно, что таких документов в городе раньше не разрабатывали. Мы должны ее разработать в течение двух лет с момента одобрения этой заявки. Соответственно, этот документ будет предусматривать анализ параметров существующего транспортного обслуживания населения. Будет проведено обследование пассажиропотоков по всей маршрутной сети города. Будут проводиться социологические обследования населения по вопросам транспортной подвижности и доступности. А также, как добавил Серегин, будет проведен расчет характеристик пассажирских потоков с использованием даже методов математического моделирования. К слову, о самых загруженных участках власти информируют и сами пассажиры достаточно регулярно в соцсетях. Но и на то, что существующая транспортная система перевозок города безнадежно устарела и не учитывает современную нагрузку, уже давно указывали и представители компаний-перевозчиков. Напомним, в январе владимирцы активно возмущались и жаловались на работу общественного транспорта. Городские и областные власти пообещали, что займутся решением вопроса. В пресс-релизе мэрии по этой теме сообщается о том, что депутаты поддержали создание нового транспортного каркаса города. Выделение 11 миллионов депутатов горсовета поддержали. Председатель Николай Толбухин попросил заместителя главы городской администрации при разработке транспортной системы учесть опыт других регионов. При разработке данного документа было бы неплохо, все-таки разрабатывая техническое задание для разработчиков данного документа, учесть опыт соседних территорий, где такие документы уже разработаны, либо разрабатываются, чтобы не повторять какие-то там ошибки, которые, может быть, коллеги уже совершили, исправили, а мы их можем избежать. Проголосовали депутаты из-за направления остатка средств областной дотации на покупку новых единиц общественного транспорта. Напомним, в прошлом году из областного бюджета городу выделили дотацию 120 миллионов рублей. Израсходовать удалось не все. Вероятно, в этом году Владимир ждут новые торги на закупку троллейбусов и автобусов. Вы, наверное, все знаете эту историю, не буду повторяться про то, как поставщик подвел с поставкой пяти троллейбусов. Поэтому в прошлом году было истрачено из этой дотации 27 миллионов 553 тысячи рублей. На эти средства был приобретен один троллейбус и один автобус среднего класса. Остаток дотации в сумме 92 миллиона 446 тысяч 993 рубля предлагается направить на те же цели на приобретение подвижного состава в этом году. Кроме того, в этом году отремонтируют и депо на улице Гастелло. Планируется, что в нем будут обслуживаться новые автобусы и троллейбусы, которые город рассчитывает получить в этом году. Маргарита Махрова, 6 канал. Пробуем лунку, чтобы установить толщину льда. Не уверен – не иди, а решился – проверь толщину льда. На сотышке прошел рейд «Безопасный лед». Провели его сотрудники Управления гражданской защиты Владимира. Любителям порыбачить рассказали об опасностях ловли рыбы ранней весной. Какие могут возникнуть ситуации, связанные с нахождением на льду. Какие действия им необходимо предпринимать в случае, если кто-то провалился. Как спасать людей, как самому спасаться. Для этого нами подготовлены соответствующие памятки, которые мы будем вручать. И граждане, как минимум, будут информированы. Эксперты предупреждают – уже с начала апреля на водоемы лучше не выходить. Оценить толщину льда на глаз можно по цвету. Выраженная голубизна говорит о его безопасности. А вот на белый лед наступать категорически запрещено. Риск провалиться и уйти под воду очень высок. Пока весна не вступила в свои права, рыбачить на водохранилище безопасно, говорят специалисты. Порядка 59 сантиметров. Ну, это достаточно безопасная толщина льда, так как минимальная толщина льда, допустимая для выхода на лед, составляет 7 сантиметров. Опытные рыбаки рассказывают, сами уже не раз уходили под лед. Так что на рыбалку в начале весны безопаснее ходить вдвоем. Валерий Иванов в качестве страховки с собой берет длинный шнурок на катушке. Однажды с его помощью он спас своему товарищу жизнь. Вот он пошел, провалился и мне пришлось его потихонечку вытаскивать. С этих палки все сухие деревни, которые мы наложили, он шел-шел и провалился. И мне пришлось подавать ему вот этот шнур и потихонечку за шнур их вытащить. Сотрудники гражданской защиты аналогичные рейды проводят каждую неделю. Беседуют не только с рыбаками, но и с гуляющими горожанами вблизи водоемов. Анастасия Козлова, Александр Агафонов, 6 канал. На февральском заседании ЗС депутаты внесли изменения в некоторые областные законы. И высказали свои рекомендации по распределению бюджетных средств. Большое внимание уделили безопасности образовательных учреждений. Несмотря на то, что противопожарные и антитеррористические мероприятия проводятся по плану, пробелы еще есть. Я сам, к сожалению, был однажды свидетелем того, как дорогостоящая система пропускного режима в школе просто не работала. Огромные деньги затрачены на эту систему. У учеников специальные карточки он эту карточку прикладывает, проходит в компьютере, компьютер его запоминает. Система не работала. Я начал разбираться, почему. Оказывается, просто ее отключал сам этот вахтер, который там сидел. Поэтому парламентарии призвали министра образования более качественно проводить проверки. Еще один острый вопрос, который также отражается на безопасности учащихся – капремонты в школах. Здесь рассчитывают на помощь федеральной программы. 128 общеобразовательных школ нуждаются в капитальном ремонте. Мы подготовили пакеты документов на эти школы, подготовили заявку на 24, 25 и 26 годы. И в прошлом году мы отремонтировали капитально за счет средств областного бюджета 15 образовательных организаций. Во втором чтении приняли закон, предусматривающий административную ответственность за нарушение правил содержания домашних животных. Нерадивые владельцы животных, которые безответственно подходят к содержанию своих питомцев, будут наказаны рублем. По итогам обсуждений было решено пополнить список контролеров. Кто может привлекать? Самое непосредственное управление ветеринарией и комиссии административно-технического надзора. Что у каждого гражданина есть право приобретать домашних животных. Но у каждого гражданина должна быть и обязанность по правильному их содержанию. Подъемные для молодых специалистов на селе вырастут на 20 тысяч рублей. Теперь при устройстве на работу в сельхозпроизводство молодому специалисту с высшим профессиональным образованием будет выплачиваться 240 тысяч рублей. Специалисту со средним профессиональным образованием 190 тысяч рублей. Тем, кто прошел обучение по программам профподготовки по соответствующим профессиям рабочих или должностям служащих, предоставят выплату в 140 тысяч рублей. До 2021 года, до того момента, когда был поднят уровень подъемных, у нас на село пришло за 8 лет всего 38 молодых специалистов. Уже пришло за 2 года, 21 и 22 год, 61 молодой специалист. То есть 8 лет 38 и 2 года 61. Мы прогнозируем, что в дальнейшем молодые специалисты будут еще более активно идти на село. Областные законы не только принимали и дополняли, но и отменяли. Например, отменили наказание за пропаганду педофилии по региональному закону, который действовал в области с 2012 года. Он стал просто не нужен. Теперь ответственность за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино или СМИ устанавливает федеральный нормативный документ. Мы приверженцы традиционных ценностей и мы против пропаганды такого явления, как педофилия. Безусловно, это направлено прежде всего на заботу о нашем молодом поколении, о нашей молодежи, чтобы понятие семья, нравственность, оно оставалось незыблемым. Владимирский самбист Антон Коновалов завоевал золото на чемпионате России в Перми. В соревнованиях приняли участие около 700 лучших спортсменов из 71 региона страны. В финале схватки в весовой категории 98 килограммов противником Антона Коновалова стал семикратный чемпион страны Альсим Черноскулов. Однако наш самбист не оставил сопернику шансов, победив со счетом 7-0. Об этом сообщает правительство Владимирской области. Антон Коновалов – заслуженный мастер спорта России по самбо, чемпион и призер чемпионатов России и Европы, обладатель Кубков Европы и мира, серебряный призер чемпионата мира 2021 года. В деревне Масленко стартует межведомственный турнир по двоеборью. Соревноваться будут сотрудники силовых структур, правоохранители и работники органов федеральной исполнительной власти. Всего в турнире примут участие 7 команд. Соревнования посвящены памяти погибших сотрудников спецподразделений Росгвардии. Молодежь Владимира приглашают на открытый кубок по быстрым шахматам. Соревнования пройдут 4 марта на улице Мопро, 13. Это адрес городского шахматного клуба. Участников ждут пять этапов и финал. Турнир для молодых шахматистов города проводится уже второй год. В прошедшем сезоне в соревнованиях приняли участие 165 человек, 16 из которых сыграли в финале кубка. Начало соревнований в полдень. Зарегистрироваться желающие смогут на месте. Участие бесплатное. Редактор субтитров А.Семкин